Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture, это наша книжная рубрика. Мы с вами живем в мире, где драматические сдвиги во внутренней и мировой экономике занимают первые полосы газет. Все обсуждают изменения в регулировании, политику Федеральной резервной системы, международные торговые войны. Но на самом деле все нынешние события имеют глубокие корни. И ключ к управлению нынешней бурлящей политикой, он на самом деле в событиях, с которых все начиналось. Во многом в экономическом кризисе 2008 года и его последствиях. Изначально были попытки преуменьшить значение кризиса и говорили, что это какой-то локальный инцидент в США. И на самом деле это неправильно, потому что то, что произошло на Уолл-стрит в 2008 году, это глобальная драма. Она распространилась по всему миру, от финансовых рынков Великобритании и Европы до заводов и верфей Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. А привело это все к перестройке глобального управления. Вот обо всем этом рассказывает признанный историк экономики Адам Туз и его замечательная книга «Крах. Как десятилетия финансовых кризисов изменила мир». Сегодня в книжной рубрике на канале InvestFuture именно эту увесистую, но очень интересную книгу мы с вами и будем разбирать. Ну а в конце выпуска, как всегда, разыграем один экземпляр с моими самыми теплыми пожеланиями. Для начала немножко об авторе. Адам Туз – британский историк, профессор Колумбийского университета и директор Европейского института. Это беспартийная организация государственной политики, которая занимается трансатлантическими отношениями. Ранее он читал курс по истории 20 века в Кембриджском университете. После ухода из Кембриджа в 2009 он в течение шести лет был директором исследования международной безопасности и профессором современной истории Германии в Ельском университете. Послужной список, конечно, очень впечатляет. Туз получил степень бакалавра экономики в Королевском колледже Кембриджа в 1989 году и отправился в Европу. Обучение он продолжал сначала в Берлине, потом в Лондонской школе экономики. Там же он получил докторскую степень по экономической истории. Адам Туз наиболее известен своим экономическим исследованием Третьего рейха, которое называется «Возмездие за разрушение». И, кстати, книга посвящена деду Туза, советскому шпиону Артуру Винну и его английской жене. Ну и также Туз известен расширенной историей Первой мировой войны, которая была опубликована в 2014 году. Потом он направил свои силы на изучение финансового краха 2008 года, его экономических и геополитических последствий. Вот так и получилась на свет опубликованная в 2018 году книга «Крах. Как десятилетие финансовых кризисов изменило мир». Так о чем же эта книга и для кого она написана? Смотрите, ну «Крах» — это такой оригинальный анализ того, как случился самый болезненный финансовый кризис последних 15 лет. И это повесть о том, как мир спасли от чего-то еще более ужасного. Но только вот уплаченная за это спасение цена до сих пор продолжает подрывать демократию в Европе и Соединенных Штатах. Мир продолжает страдать от того, что на предотвращение тотального краха были потрачены многие миллиарды долларов. Снова и снова объявлялось об окончании кризиса, но он, по сути, продолжает нас преследовать. Будь то в Греции, на территории Украины, через Брекзит, через приход к власти Дональда Трампа. Адам Туз пошел по следу этого кризиса, как, наверное, не один предыдущий писатель, и написал вот эту замечательную книгу. Она выглядит убедительной как история, как экономический анализ и как политическая история ужасов. Друзья, как многие из вас знают, триггером к кризису 2008 года стал крах банка Лемон Бразерс в сентябре 2008 года. Это событие послужило началом великого финансового кризиса, который потряс весь мир. Больше десяти лет спустя его призрак все еще мир не покинул. Когда открылись ужасающие объемы, масштабы краха, финансовое учреждение, казалось, вот-вот поставят всю систему на колени. И это все не из-за непредсказуемого черного лебедя. Нет, виной всему послужила жадность, злоба и некомпетентность крупнейших игроков американского финансового рынка. А ведь именно финансовые институты США когда-то символизировали триумф Запада со времен окончания Холодной войны. Адам Туз рассматривает причины и последствия кризиса 2008 года и тех, что к моменту написания книги в 2018 году последовали за ним в разных частях мира. Он утверждает, что вместо отдельных дискретных кризисов они все являются массивной частью экономической системы. Их глобальная взаимосвязь сыграла значительную роль как в их появлении, так и в том, как их можно было устранить. Это подробная историко-экономическая хроника событий, в которой также уделяется особое внимание политическим силам и политическим последствиям кризисов. А также тому, как они были преодолены, включая приход к власти политиков, которые придерживаются популистской риторики. Именно здесь автор и вспоминает, вы догадались, кого? Старину Трампа. Предпоследняя глава так и озаглавлена, коротко и понятно. Трамп. Рассказ Туза о кризисах и о том, как они развивались, это такой впечатляющий баланс деталей и более широкого обзора. И он особенно полезен в широкой перспективе. Кризисы довольно недавние, чтобы большинство из нас могли помнить ежедневные сводки новостей, которые посвящены каким-то ярким событиям, таким локализованным вспышкам. И вот Туз вот эти моменты новостные указывает, отслеживает, но ведет повествование с отступлениями. Он делает это осознанно, чтобы показать связь того, что случилось в конкретном моменте истории с событиями в других точках планеты. Ну и также со случившимися ранее и грядущими впереди. Он идет на усложнение логики повествования и дает нам хорошее представление о более крупных действующих силах и долгосрочных провалах. Ну вот, например, в одном из таких отступлений он рассказывает о мучительной неспособности противостоять относительно крошечной ситуации в Греции. Наиболее острые кризисы, цепочка которых рассматривается в книге, ну и также реакция на эти кризисы, которая породила новые волнения экономики, вот такие наиболее острые события произошли в Соединенных Штатах и Европе. Но несмотря на кажущуюся логичность локализации рассказа на этих двух узлах, ТУС смотрит намного шире, особенно на Китай, роль которого в международной политике очень выросла, на Китай, который также столкнулся со значительными экономическими потрясениями в течение этого периода. И ТУС указывает, что докризисные американские опасения уже были сосредоточены на китайско-американском дисбалансе. У США, как мы знаем, гигантский внешний долг, а Китай – крупнейший держатель этих долговых обязательств. В Штатах в различных форумах, в частности, в казначейских бумагах. В какой-то момент этот вес был критическим. В 2008 году в силу разных обстоятельств этот риск остался только на бумаге. Но как на момент написания книги, так и в настоящее время сценарий турбулентности мировой экономики из-за этого дисбаланса по-прежнему висит, как дамоклов меч, над всем миром. Мы все помним пикировку между Трампом и китайскими властями. Байден, по сути, продолжает это, только более интеллигентно. Это всего лишь один из многих примеров опасных ситуаций, которые не были должным образом урегулированы. ТУС также неоднократно отмечает чрезмерно великодушное и уважительное отношение международных учреждений, в частности, МВФ, к Европе. Проблема в том, что страны из других уголков мира это отношение прекрасно видят, но едва ли могут рассчитывать на что-то похожее, если бы кризис случился в их владениях. Книга «Крах» очень ценно отслеживает, как разворачивались и разрешались кризисы. Автору в значительной степени, как мне кажется, удается избежать увязания своего повествования в повседневных, каких-то неправильных, по мнению автора, шагах. Тем не менее, это скользкое и порой ошеломляющее повествование. Там множество движущихся частей и, скажем так, актеров, действующих лиц. И постоянный поток событий, часто экстремальный. ТУС очень хорошо показывает то, как американская национальная политика формировала свои реакции и действия в той или иной кризисной ситуации. От администрации Буша-младшего, которая с подозрением относилась к многонациональным институтам и предпочитала иметь дело с нациями напрямую, до администрации Обамы, которая была осторожна в своих первоначальных реакциях. Администрация Обамы, как говорит автор, хорошо осознавала политические последствия, но, возможно, она перебарщивала с осторожностью. И в итоге она была ограничена республиканской партией. Республиканцы же позволили своим маргинальным однопартийцам оказывать чрезмерное влияние на решение. И это в конечном итоге привело к президентству Трампа. По крайней мере, к такой мысли нас подводит ТУС. Сильные и очень независимые, хотя и не такие независимые, как они на самом деле хотели бы, условно сильные независимые действия ФРС, создавали интересную двойную реакцию со стороны США. Между тем, в книге появляются захватывающие портреты и европейских действующих лиц. Особенно интересными представляются сюжетные линии о том, как они развивались. Наиболее заметное место само собой получает Ангела Меркель, но есть также и фигуры, которые часто затмевали канцлера и выходили на первый план. Например, такие, как Николя Саркози. Как неоднократно отмечает автор, вот многие из факторов, которые были очень значимыми во время кризисов, заключались в том, что огромные суммы денег, ну или их эквиваленты в каком-то виде, циркулировали в очень взаимозависимой глобальной банковской системе. В то время как те части, на которых обычно сосредоточено внимание, являются существенными, в некотором смысле они были управляемыми. Здесь речь о таких составляющих, как плохие потечные кредиты в Америке, греческая, итальянская, испанская, португалия и так далее, другие экономики с задолженностями. Реальные же кризисы скрывались на самом деле в побочных эффектах. Банковская система Штатов, которая угрожала захлебнуться из-за эффекта домино непогаженных обязательств, невероятно перегруженная банковская система ЕС, обязательства которой затмевают национальные экономики. И при всех известных вводных никаких механизмов для борьбы с потенциальными кризисами, которые потом становились реальными. ТУС также указывает на вред европейской задержке, в частности, на то, что Европейский Центральный Банк так долго оставался в стороне и заявлял о своем бессилии. Но, тем не менее, как он также отмечает, простое, в конечном итоге правильное решение одной проблемы не привело к решению многих других, таких как греческая проблема. Интересно вместе с автором нам с вами наблюдать за масштабными экономическими последствиями. При этом ТУС отмечает, в частности, роль частных институциональных субъектов, а не только национальных. Причем речь о субъектах за пределами границ США. Ну вот, например, он говорит, банки, наиболее активно участвующие в QE2, в количественном смягчении, были не американскими, а европейскими, сокращая свои портфели ценных бумаг в США и наращивая остатки наличности в Федеральной резервной системе. ТУС отслеживает потоки денег и давления, которые эти потоки оказывают в поиске отдачи, включая иногда извращенные стимулы, к которым это приводит. Он отмечает, что очень опасно, когда огромные денежные массы слишком быстро перемещаются в одну конкретную область или из нее, как это получается в современной системе. Также он указывает на неспособность мира, который наводнен деньгами, использовать их для более широких экономик. И кажется, этот тезис автора остается актуальным и сейчас, в период самой масштабной кампании количественного смягчения от ведущих Центробанков. Наконец, ТУС также следит за политическими изменениями, которым способствовали кризисы, в частности, за разворотами популистской риторики. Они оказались очень успешными и достигли кульминации в катастрофах, связанных с голосованием по Brexit и избранием Дональда Трампа. Целую главу, как я уже говорила, ТУС посвящает ранней администрации Трампа и может указать на несколько действий, которые кажутся необдуманными. Учитывая недавнюю историю, особенно нелепыми он называет снижение налогов и повторную либерализацию финансовой индустрии. Но даже помимо конкретных политических действий, есть то, что автор считает поистине ужасным. Это то, что так мало было сделано где-либо в США, Европе или среди международных институтов для решения потенциальных грядущих кризисов, повторяя они недавние, или, как случилось с короной, явив миру ранее невиданное. Он также обсуждает внутрепроцессные усилия по Brexit и отмечает очевидные проблемы, которые представляет эта непостижимая глупость, по мнению Туза, разворачивающаяся на наших глазах. Мир вроде как с горем пополам, но пережил последнюю серию связанных финансовых кризисов. И все же, по мнению автора, на 2018 год мир оказался совершенно не готов к предотвращению или решению будущих. Можем, положа руку на сердце, справедливо отметить, что Туз как в воду глядел. Как вы думаете, прав ли он в своей риторике и можно ли было подготовиться к коронакризису? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Это скорее исторический текст, чем политический аргумент. Но Туз в какой-то степени подсказывает, что сработало, а что и почему нет. И в особенности, что продолжает вызывать беспокойство. Вот на это намекает множество многоточий в книге. Временами книга может показаться перегруженной в переполохе всего того, что он пытается сказать. Но в целом она очень ясна и охватывает многое, включая более периферийные, но значимые роли Китая и России. Включая даже то, как обе эти страны адаптировались во время и после своих собственных кризисов, но и также их роли в кризисах внешних. Книга очень полезна. Она показывает, насколько взаимосвязана не только мировая экономика, но и особенно мировая финансовая система. Но и также то, насколько она уязвима во многих отношениях. Адам Туз достигает нескольких вещей, которых не достиг, наверное, ни один другой автор. Ему удалось объяснить очень сложный глобальный кризис в его многочисленных измерениях. И книга «Крах» сочетает в себе убедительный анализ с увлекательной историей политических и экономических особенностей. Иногда кажется, что Туз прочитал все официальные рабочие документы, мемуары и содержательные новостные статьи по макроэкономике и финансам за последние десятилетия. Даже для читателей, которые пытались следить за поворотами событий, Туз добавляет, конечно, значительную ценность. Он очень глубоко копает и не упускает, кажется, ничего. В общем, друзья, книга Туза – это действительно очень хороший отчет о самых значимых событиях в мировой экономике, финансах, политике, которые произошли за последние 15 лет. Это отчет, который дает пищу для размышлений, ну а иногда и создает основания для большого беспокойства. Итак, друзья, я могу вам порекомендовать прочитать эту книгу. Она действительно заслуживает внимания, хотя она и, как вы видите, не маленькая и не самая легкая. Но действительно захватывает. Ну и, как всегда, один экземпляр книги Адама Туза «Крах» я с удовольствием разыграю для вас, друзья. И для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно проверить, что вы подписаны на InvestFuture на YouTube, поставить лайк под этим видео и написать абсолютно любой комментарий. А через неделю мы объявим, соответственно, имя победителя в нашем книжном конкурсе. Всем удачи! Ну и теперь, друзья, пришло время подвести итоги нашего прошлого книжного конкурса и объявить имя победителя. Я напомню, что мы разыгрывали книгу «Эссенциализм». Она тоже очень интересная. Она про простоту, про минимализм, про то, что иногда меньше – это лучше. Посмотрите обзор на эту книгу, если еще не смотрели. Это действительно поможет многим из нас улучшить качество своей жизни, потому что счастье, оно все-таки не только в балансе мировой экономики, о которой пишет Адам Туз, но и в мелочах иногда и бытовых. И, друзья, победителем нашего прошлого книжного конкурса, получателем книги «Эссенциализм» становится наша подписчица Татьяна Чернышева. Татьяна, поздравляем вас с победой в конкурсе InvestFuture. Напишите, пожалуйста, нам на почту info.sobaka.investfuture.ru ваши реквизиты, и мы отправим вам книгу в подарок. Ну и, кстати, для недавних победителей скажу, что у нас накопилось для отправки несколько книг, и мы сделаем это в самое ближайшее время, обязательно вам отпишемся. С вами была команда InvestFuture, я Кира Юхтенко. Лайк, подписка, колокольчик, если нравится наша работа, и спасибо за то, что смотрите и поддерживаете. Всем пока и до новых встреч!